А вот некоторые пензенцы никак не научатся быть бдительными. Продажа фотоаппарата для его хозяйки обернулась потерей и денег, и самого устройства. На ее объявление в интернете отреагировал молодой человек. Правда, на саму встречу пошла не владелица, а ее муж. Покупатель осмотрел товар и якобы оплатил его. Правда, спустя несколько минут после того, как они разошлись, выяснилось, что насчет потерпевших никакие деньги не поступали. В это время мошенник уже пытался реализовать похищенное. Злоумышленник пытался сдать фотоаппарат в ломбард, но ему там отказали, объяснив тем, что товар не укомплектован объективом, что создаст трудности в дальнейшей его реализации. После этого мужчина предложил приобрести фотоаппарат двум незнакомцам, но у тех нужной суммы не оказалось. В итоге мужчины передали злоумышленнику за фототехнику 1 тысячу рублей и сотовый телефон марки iPhone 7. Фотоаппарат, телефон и самого покупателя нашли спустя два часа после обращения потерпевших в отделение полиции. Им оказался житель Пензенской области 2003 года рождения. Молодой человек вину уже признал. Теперь за мошеннические действия ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Продолжение следует...